Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Люди, которые вдохновляют». И с вами я, ее ведущая, Алла Анникова. Наша программа посвящена современным предпринимателям, лидерам сетевого бизнеса. Они знают все о том, как привлечь новых покупателей, мотивировать команду. И самое главное, как соблюдать баланс между бизнесом и яркой жизнью за его пределами. И сегодня у нас в гостях Анна и Антон Кононовы, партнеры «Фаберлик». Анна, Антон, очень рада вас видеть в этой студии. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашем бизнесе сегодня. Каков его масштаб, какими достижениями вы особенно гордитесь? В ноябре будет уже 9 лет. Как мы в компании «Фаберлик» структура насчитывает примерно 200 тысяч человек. Статус партнер, получили премию 5,5 миллионов. Поздравляю. Да. По итогам прошлого каталога мы подтвердили рубинового консультанта, потому что очень нравится продукция компании «Фаберлик». Товарооборот нашей команды составляет примерно 100 миллионов рублей каждой этой недели. Впечатляющий результат. Я думаю, что когда вы начинали, вам такие результаты вообще не снились и казались недостижимыми. Честно, у меня была цель. Я очень не хотела выходить на работу по найму, потому что я, во-первых, работала продавцом. Это тяжело, это весь день на ногах, это очень низкооплачиваемый труд. А во-вторых, я попала в такую фирму, где буквально вот вышла в декрет, родилась моя дочка, и нас через две недели уволили всех вообще мамочек в декрете в связи с ликвидацией фирмы. И я поняла, что это очень сильно ненадежно. А сейчас, когда вот так многого достигли, то у вас, наверное, какая-то другая уже мотивация, потому что я поняла, что вы начинали просто, как и многие другие, чтобы получить какой-то стабильный семейный доход. А сейчас что вас мотивирует? Двигаться вперед, развиваться? Вот честно, меня мотивирует структура, команда, потому что какая-то вот есть внутри ответственность всегда была, да. И когда к тебе приходят люди, вот есть какой-то и спортивный интерес, и вообще вот любовь к людям в целом. И мне нравится, когда человек становится уверенный в себе, успешный, как он меняется. То есть он, девчонка может прийти, вот как я в начале бизнеса, простая, наивная, она ничего не умеет, у нее там много кредитов, то есть она не может справиться со своим финансовым положением. Проходит год, два, три, она меняется, покупает квартиры, машины, ездит везде отдыхать и благодарит. И это очень-очень приятно. То есть мне кажется, что цель это поменять мышление человека и увидеть, как он становится успешным. А есть какие-то признаки? Вот вы смотрите на человека и думаете, что вот у него получится, а вот этот человек, наверное, не для сетевого бизнеса. Честно, ходит очень много различных рекомендаций по выборе целевой аудитории, но я никогда никого не выбираю. Моя целевая аудитория – это более-менее нормальные люди, которые следят за собой, за своей жизнью, ведут адекватный образ жизни, потому что всякие же встречаются люди и с 18 и до бесконечности. Никогда не выбирала ни страну, ни город, вообще ни почему, ни по каким параметрам я не выбирала человека. Потому что чем больше людей приходит в структуру и команду, тем более они разные, и у каждого выявляется свой талант. Я знаю, что вы работаете во многих странах, то есть как вам удается поддерживать с ними контакт? Вы работаете онлайн? На самом деле у нас русскоязычные все, все понимают русский язык, кроме Мексики. То есть с Мексикой нам помогает компания Фаберлик, спасибо, да, руководство Мексики, предоставляет нам переводчика. А остальные все страны у нас все в одном чате, все на одном канале, и мы их просто все по очереди. Из-за того, что уже очень много директоров у меня в структуре, команде, мы все по очереди их обучаем, и все легко получается. А вы замечаете какие-то различия, может быть, в мышлении? Ну, есть отличия менталитета. Ну, например, у Таджикистана они более простые и отзывчивые. На Казахстан они больше такие, там, какая-то акция, они уху-ху, там сразу дают жару, начинают расти, развиваться. Но если нет акции, они начинают скучать, им надо что-то вот все время такое придумывать. Вот, а так, в принципе, проблем нет. Все люди, все хотят роста, все хотят развития. А как вам удается мотивировать команду, поддерживать интерес? Собственным примером. Я до сих пор работаю, вот как говорят, Аня, почему ты не вышла на пассивный доход? Почему ты еще работаешь? Мне нравится развиваться, мне нравится узнать что-то интересное. И я пробую что-то новенькое. Сайты, чат-боты, автоворонки, рекламу запускаю на различных площадках. И когда у меня что-то очень хорошо получается, я выхожу к структуре команды с этим вебинаром и начинаю им все рассказывать. За какую сумму, сколько человек приходит, как они включаются в работу, как они обучаются. И мне очень интересно быть на плаву, и поэтому вот так и получается. Я слышала, что вы когда начинали, вы как раз начинали с регулярных вебинаров. Да, да. Вы как-то этому учились или уже на своем опыте? Нет, я ничему не училась. Просто в начале бизнеса ко мне пришло 54 человека. Ни один человек вообще не сделал заказ. Потом сделала одна девушка, я ей позвонила, она была моя знакомая. И я ей рассказала про акцию новичка, и она говорит, о, я такой подарок хочу. И сделала заказ. Я поняла, что с людьми-то надо работать. Ну вот такая наивная была. Я создала ряд видеороликов по стартовой программе, по акции новичка, по вип-программе, по акциям. У нас еще тогда был быстрый старт, немножечко другой, там были посложнее условия. Вот. И начала им всем все рассылать. Узнала, что есть автоматическая рассылка, купила хостинг, который на почту письма рассылает, и начала рассылать. И вот таким образом люди начали делать заказы. Мы вышли на 6%, но меня-то это не устраивало. Я-то пришла как бы бизнес делать, а они просто делают заказы. Мне хотелось, чтобы у них тоже получалось приводить людей, структуру и команду. И вот тогда я пошла на YouTube, денег нет на какое-то обучение, что-то купить и так далее. Нигде никакого обучения найти не смогла, поэтому я пошла просто на YouTube и изучала очень много топ-лидеров и компаний Фаберлик, и других компаний. Просто смотрела всех, кто уже высоко в статусе. Я поняла, что если ты хочешь быть высоко в статусе, нужно вести людей за собой. Потому что это говорили абсолютно все. Вот. То есть человек, который обладает организаторскими какими-то способностями, он и будет успешен. Но я ими не обладала, я не понимала, как и что это такое. И я просто вот 600 баллов, 600 рублей зарплаты у меня была, доход раз в три недели. И я пошла проводить свой первый вебинар своим девчонкам. Из 50 человек пришло 6 человек. Мне мой наставник говорил, что это очень хороший результат. Он мне помог, купил мне вебинарную комнату. Я ему была очень благодарна на целый месяц. И раз я вышла на 6%, раз у меня есть товарооборот, значит, я могу и других научить, как выйти на 6%. И вот так вот мы и начали расти. А что помогает вам как-то не останавливаться на достигнутом? Наверняка были какие-то сложности. Да вот как не унывать, как не опускать руки. Есть у вас какой-то секрет? На самом деле, когда мы только вот пришли, была мотивация, это деньги, заработать деньги. А потом у нас случилось, когда мы уже вышли на хорошее для нашего поселка деньги, нам поставили у дочки диагноз аутизм. И понимая, сколько нужно денег на лечение такого ребенка, нам пришлось, во-первых, покупать квартиру в Кирове, а это тоже вложение, и перевозить туда ребенка и лечить его у соответствующих врачей. Да, нужны занятия. Это логопед, это бак, это дефектолог, это массажисты, это бассейн. В общем, очень-очень надо большой спектр сделать, чтобы социализировать ее. Я же понимаю, что все мы, такая тема неприятная, но все мы не бесконечны в этом мире. И когда-то моя старшая дочка должна будет взять опекунство над моей младшей дочкой. И на данный момент моя мотивация в том, чтобы она была свободна с помощью денег и просто контролировала хороших специалистов, которые с ней будут находиться, когда мы уже там будем старенькие, может быть, не сможем с ней справиться или еще что-то. Потому что аутизм это такое заболевание, они очень много чего не понимают. Они не понимают, что такое там, не знаю, война, там, ругань, еще что-то. Они очень наивные, они всему миру доверяют. За ними должен быть такой вот, как сказать, глаз да глаз, как бы такой вот уход, что нужно быть к ним внимательными. Они не понимают, что такое деньги. Вот как бы у нас вот так. А старшая дочка участвует в вашем бизнесе, помогает вам? Да, она окончила на данный момент колледж с красным дипломом на фото-видео преподавателя творческих коллективов. Она меня полностью сейчас на данный момент упаковывает. Все минутные ролики, все минутные клипы. Если я организовываю какой-то марафон, движ, какой-то курс, она мне делает презентационный ролик в формате 9 на 16 на 9. То есть мы это все отдаем команде. Команда идет, допустим, 5 таких роликов, да, 5 таких роликов. Она все это мне дает, я даю команде. Команды идут в соцсети рекрутировать этими роликами. То есть как бы вот так. Без дочери не обходится ничего. То есть она у нас на протяжении уже 4-х лет упаковывает полностью все проекты и ездит со мной по всем странам, городам. Недавно она с нами ездила и в Казахстан, и в Таджикистан, и в Калининград. То есть она за мной с камерой везде. Если мы говорим как раз о международных структурах, о путешествиях, то есть насколько много вы путешествуете? Потому что работаете онлайн, но насколько важно встречаться с людьми в живую? Ну, честно сказать, путешествуем мы очень много. За 5 лет мы объездили около 17 стран. В Москве мы уже, не знаю, раз в 10, наверное, в году бываем постоянно. Встречаемся со структурами, командами. Буквально вот после форума Фоберлик мы делали свой форум с девчонками. Тоже очень здорово провели. Наградили даже самые маленькие уровни. Дали им дипломчики 3, 6, 9 процентов. Наградили высокие статусы, чтобы они захотели. Тоже вырасти на высокий статус. И путешествий действительно бывают много. Много по бизнесу. Вот честно сказать, мне нравится, потому что вот я, например, приехала в Таджикистан, провели мероприятие, наградили всех лидеров, помотивировали 3-4 дня. И потом отдыхаю в каком-нибудь отеле, экскурсии, еще что-то. А потом снова раз из Таджикистана мы потом улетим, например, в Казахстан. Там шикарный отель, там все включено, там хамамы, бани. Я с лидерами поработаю 4-5 дней. Форум у них, да, бывает какой-нибудь, собирает их там руководство. Я их проработаю. Все команды по очереди у себя в номер. Вечером, да, на форуме выступлю. А потом опять недельку поотдыхаем, порасслабляемся. И то есть как бы путешествуем таким образом, что я не знаю, устаю я или нет. Наверное, я сама себе завидую. Вот такой образ жизни у меня последние 3 года, что я кайфую. Хорошо, Анна, мы продолжим наш разговор после рекламной паузы. Дорогие телезрители, не переключайтесь, рекламная пауза. Снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Люди, которые вдохновляют». И с вами ее ведущая Алла Анникова. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях Анна и Антон Кононовы, партнеры «Фаберлик». Антон, может быть, к вам вопрос? Потому что за годы успешного бизнеса вы создали систему работы в онлайн, усовершенствовали ее. Расскажите подробнее, какие инструменты сейчас работают? Сейчас работает, во-первых, автолайкинг. Это когда мы со страницы своей запускаем в программу нашу страницу. Она лайкает других пользователей, они обращают внимание на нашу страницу. И на этой странице есть информация о бизнесе, о той компании, с которой мы сотрудничаем. И, соответственно, подписываются, добавляются в друзья, где как называются. И, соответственно, смотрят за нами. И когда у них, как говорят, монетка проваливается, они уже регистрируются к нам в команду. Есть также много методов работы платной. Это в основном платная реклама. Это в основном таргетированная реклама в ВКонтакте, в Одноклассниках. Контекстная реклама. Но люди начинают и уймываться уже, когда выйдут на доход. То есть сначала же используют пустые методы. Это лайкинг. Это адрес на Иркуте, на социальных сетях. То есть у нас есть обучение на любого человека. И человека, у которого есть деньги, и человека, который вообще пришел, которому деньги нужны были еще вчера. Как мы все на кредитах, все в долгах, не знали, с чего начать. И мы пошли людям, мы просто им писали, много-много писали. А когда уже вышли на приличный доход, начали запускать платную рекламу. А вот когда вы начинали, как вы поняли, что будущее именно за онлайн-ведением бизнеса? У меня было просто... Антон был на работе, а дочка была до такой степени сложная. Она вообще очень мало и плохо что понимала. Вплоть до того, что вот она об один угол могла за минуту 10 раз стукнуться, но она его не обойдет. То есть вот она не соображала в самом начале. Это уже потом физио, все вот она как-то стала более-менее адекватная. Если один раз обожглась, то второй раз не пойдет. И такого ребенка не возьмут никуда. Ни в садик, никуда. Вот говорят, что обязаны брать, но вот таких тяжелых детей не берут. И у меня не было просто другого выбора. И я решила попробовать себя. Но я, конечно, не ожидала, что у меня проснутся организаторские способности, что меня это затянет. Я просто понимала, что если я пойду на работу по найму, то мне не хватит денег ни на специалистов, ни на няню, ни на кого. Потому что ребенка надо куда-то деть. У мамы у нас, у Антона сахарный диабет, а моя мама, она уже очень старенькая, ей 77 лет. И то, что она сама себя обеспечивает, уже хорошо. Поэтому такого сложного малыша было просто некуда девать. Из-за этого я пошла в интернет. Причем один раз, к сожалению, даже вляпалась, по-другому не скажу, в пирамиду. Вложила там, не помню, тысячу рублей, что ли. Они пропали, сайт исчез. Потом я долго боялась этого всего. А потом поняла, что есть официальные легальные компании, где доход только белый, как Фаберлик. А есть вот всякая чушь. А когда вы начинали, вот использовали какие-то инструменты, может быть, они какие-то были вначале неработающие, совершали какие-то ошибки. Был так? Да, конечно, были. Потому что перед тем, как дать команде, мы все методы, которые нашли, изучили, мы их применили на практике. То есть, чтобы дать своей команде уже работающий метод, работающий инструмент, чтобы они уже за нами повторяли. Так как этот бизнес все равно дубликации. То есть, человек должен продублировать вас, когда приходит он в этот бизнес. Чем проще ему это будет сделать, тем эффективнее будет работать ваша команда. А вот новичку, который только стартует в онлайн-бизнесе, вот что бы вы ему посоветовали? Обучаться, ходить на вебинары. Вот это обязательно. У нас разложено все по полочкам, по обучению. Со всем новым новичкам мы даем информацию, маркетинг-план. То есть, он сразу понимает, сколько он будет зарабатывать, за какой период времени, какие нужно делать охваты, каких людей к себе приводить, каких не приводить. То есть, он все это видит, читает, понимает. И уже сам выбирает способ построения, как он хочет. Сам выбирает темп просто, что тоже очень важно. И кто-то приходит, он стесняется видео снимать. Кто-то, наоборот, только растет на видео и на бренде. То есть, мы им всем разные способы предлагаем. И поэтому, как бы, получается, что человеку с нами удобно. Когда человеку предоставляешь выбор, ему это очень нравится, он начинает чувствовать себя свободным. Это, наверное, самое такое главное в начале новичка. То, что у него есть большой выбор, чем он может научиться. Я еще от себя добавлю, еще очень важно это постоянство. Постоянство в действиях, постоянство в работе. То есть, если человек непостоянный, у него может быть скачки сначала рост, падение, рост, падение, рост, падение. То есть, здесь нужно, особенно на начальных этапах, быть постоянным. Это когда уже человек выходит на хороший доход, он уже может себе это позволить в данный момент, потому что под ним уже будет команда, которая работает постоянно. А в самом начале нужно именно быть постоянным. А вот есть какие-то действия, которые человек должен совершать каждый день, например, или каждую неделю? То есть, вот какая-то чистота есть такая? Вот постоянные действия. Я бы сказал то, что рекрутник должен быть в этом бизнесе на постоянной основе, на любом статусе. И даже сейчас некоторые говорят, что вы уже можете идти на пассивный доход. Нет, мы не хотим. Почему? Потому что к нам приходит команда, к нам приходят люди, которые пришли на бизнес, которые нам доверились. И мы должны показывать им пример, то, что мы работаем и как нужно работать. И то, что мы сможем научить человека, который приходит к нам в наш бизнес. Анна, я хотела спросить, может быть, читаете ли вы какие-то книги по бизнесу или слушаете каких-то известных бизнес-тренеров? Вы знаете, ввиду того, что у меня огромное количество чатов в Телеграме и огромное количество лидеров, они друг другу скидывают книги, какие почитать. Очень много скидывают ссылок с Ютуба, с каких-то других хостингов, аудиокниг, еще что-то. И я, если честно, даже не помню название ни одной книги, но очень часто такое бывает, что я в наушники что-то надеваю и слушаю. И на самом деле очень много книг прочла вот таким образом, прослушала. Но книга, которая именно мою жизнь перевернула и поменяла мышление мое, и потом помогла моей дочери. Скорее всего, вот что-то было такое в воспитании именно в нашей семье, что перевернуло мышление именно эта книга. Эта книга Роберт Киосаки «Бедный папа, богатый папа». Вот именно там вот этот вот параллель, вот это вот сравнение, как-то вот на место сразу же ставит голову, и ты понимаешь, что сколько бы не работал на работе по найму, доход, если и будет немножечко расти, да, пока ты дойдешь вверх по карьерной лестнице, это будет уже практически предпенсионный возраст. А жить уже хотелось сейчас, жить хотелось сегодня. И поэтому как-то вот захотелось прямо вот работать. И меня поразило, как изменилась моя старшая дочь, когда она эту книгу прочла. Причем она ее читала два раза. И она ее читала первый раз, ей было, по-моему, 14 лет. Или, да, 14 лет. Она сказала, что я не понимаю, о чем идет речь. И вот недавно, когда она ее прочла последний раз, где-то, примерно, год назад, она сказала, мама, я хочу вникнуть в бизнес, я хочу тебе помогать. Я поняла, что я наследница. Я говорю, да, ты наследница. Она говорит, все, пора начинать. То есть все-таки мышление, конечно, очень важно. А вот вы замечаете, меняются люди, которые приходят к вам в команду? Очень. Пять лет назад, а может быть, сейчас? Очень меняются. Вообще, есть, конечно, те, кто сдались, те, кто добились успеха, их меньшинство. Да, то есть такая вот, к сожалению, статистика. Потому что сетевой для всех, не все для сетевого. Самый главный же секрет сетевого – это вообще быть просто счастливым попугаем, быть внимательным к людям, да, то есть обращаться с ними, дарить им какое-то тепло, внимание. Да, что-то новенькое изучил, рассказал, там, да. И это не нужно делать часто, потому что если есть структура и команда, кто-то другой что-то принес, кто-то еще что-то принес, еще и каждый день какие-то новости, вебинары проводятся, еще что-то. Движ, шум есть. Главное – это вот все запустить и подружить команду между собой. Вот это самое, наверное, главное. Но вот бывают такие моменты, что лидеры приходят и говорят, денег на рекламу нет, в личку писать не буду, к знакомым не пойду, снимать себя боюсь. И ты так вот сидишь и думаешь, а как? Что остается? Да, что остается, если наш бизнес – это люди, с которыми нужно и важно общаться. То есть есть люди, которые не могут общаться с другими людьми, тем более с незнакомыми людьми им тяжело. вот они вот, к сожалению, откалываются. Но в основном все хорошо у тех, кто начал бизнес. И сейчас они вместе со мной продолжают. У нас около 360, где-то может быть даже уже 400 директоров в глубину. И я могу вам сказать, что кто-то оседает как-то в своей зоне комфорта и сидит годами, например, на статусе директора, подтверждает его ежекаталожно. И им все нравится, им хватает. А кто-то очень амбициозный. И вот эти как раз амбициозные люди меня терепят, задают вопросы. Давай это, давай то. Я хочу марафон. Я хочу ряд, не знаю, курсов каких-то провести. Я хочу вот это снять. Давай пошли со мной, побежали. И вот мы с такими людьми что-то на весь проект делаем. Хорошо, спасибо. У нас буквально остается одна минута до окончания передачи. Поэтому, наверное, такой последний вопрос. Что для вас значит Фаберлик и сотрудничество с этой компанией? Фаберлик – это безграничные возможности, во-первых. И это возможность быть самой собой. Потому что в компании очень разные люди. и все они чувствуют себя, как дома. Вот человечное такое отношение, очень приятное всегда было. Для меня Фаберлик – это прежде всего бизнес. Как и для любого мужчины мы рассматриваем именно какое-то дело со стороны своей выгоды. То есть, мужчины в основном – это люди цифр. То есть, нам важно, сколько мы будем получать. И здесь Фаберлик я понял, что здесь стабильность. Почему? Потому что, когда люди регистрируются, иногда людям ничего не пишут, что они делают заказы. Люди приходят покупать продукт, он им нравится. Продукт по выгодной цене и цены ниже, чем в магазине. Соответственно, это выгодно. Во-первых, проработав активно несколько лет, можно выйти на стабильный доход. Анна, Антон, спасибо большое за интересную, вдохновляющую беседу. Дорогие телезрители, с вами была программа «Люди, которые вдохновляют». У нас в гостях были Антон и Анна Кононовы, партнеры Фаберлик. И я, ведущая Алла Анникова. До новых вдохновляющих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok